Приветствую вас. Если честно, то ответ, который я хочу вам дать, вероятно, не понравится вам. Но я хотел бы, чтобы вы, тем не менее, отнеслись к нему со вниманием. Если говорить о том, в какую сторону вам двигаться, я бы сказал, что двигаться вам надо в сторону психотерапии, потому что то, что вы описываете, довольно серьезно. По факту получается, что вы влюбляетесь и страдаете по мужчине, который вам само и кажется вам недоступным. И ревнуете вы, ко всему прочему. Ну, надо сказать, что для меня ревности вообще как-то кого не существует. Вот. Существуют, скорее, страхи. Вот. Тревожность, боль. Но не ревность. Так же, как и чувство собственничества. Для меня так же не существует. То есть я в таких критериях не думаю в данном случае. Вот. Я думаю именно в критериях страх, именно в критериях тревоги и так далее. Сейчас могу сказать по вашему сообщению. Могу сказать, что у вас довольно сильно, на мой взгляд, развитый интеллект. Вы чрезмерно интеллектуализируете. Мне кажется, что вы чересчур уходите в объяснения. Ну, какие-то вы объяснения чересчур уходите. Мне кажется, что вам не хватает проживания, не хватает какого-то контакта. За своими чувствами. Вот. И, ну, естественного проживания тех эмоций, тех всплесков, которые в вас возникают. Вот. Помимо этого, мне думается, что можно было бы сказать о том, что вы, вероятно, требуете от себя быть кем-то другой, не той, кто вы есть. Вот. Потому что, вот эта ваша, правда, про то, что, там, если бы у меня был стержень и вот это все, да, ну, как бы, на мой взгляд, эта правда она, вот, как раз про то, что вы от себя требуете. Она, это правда, я имею ввиду про то, что вы себя такой, какая вы не чувствуете. Вот. Может быть, вы вообще себя не чувствуете. Ну, то есть, вот, может быть, вы вообще не привыкли себя ощущать, да, и, может быть, вот эта ситуация с молодым человеком, вот, она может быть впервые, впервые, может быть, она дала вам возможность себя как-то вот ощутить, а вы не знаете, что с этим делать. Вы не привыкли, ну, не привыкли себя чувствовать, не привыкли себя ощущать. Вот. Естественно, это все из области предположений сейчас. Я не знаю, как на самом деле обстоят дела. Вот. Но, тем не менее. Дальше. Сам мужчина. Сам по себе. Мужчина. Ммм. Сам по себе мужчина в данном случае, судя по тому, что вы испытываете страхи, судя по тому, что вы испытываете другого. Сам мужчина для вас в какой-то степени является непростым, а тем, кого вы любите и кому вы готовы что-то давать. Хотя, я думаю, что вы действительно такой человек, вы можете давать, вы может быть как бы щедрой на problemas. Ну, на амазонарную облачу вы можете быть щедрой на чувственный фидбэк, вот, это правда, это правда. Вы можете, может, такой быть, но, но, мне кажется, что здесь у вас, помимо всего прочего, здесь у вас есть ещё и потребность. Вот. Эти потребности, как мне кажется, игнорируются вами, и мужчина, ну вот, мужчина выбирается, выбирается мужчину, опять же, вами мужчина выбирается волей-неволей, с позиции этих потребностей, вот, которые вы, ну, вот, вероятно, в которых вы, вероятно, не полностью отдаёте себе отсчёт. Вот. Ну, мне, по крайней мере, по крайней мере, так кажется, мне, по крайней мере, так видится эта ситуация. Вот. Хотя, понятное, понятное дело, что я могу здесь также быть неправ, безусловно. Вот. Дальше идём. Дальше идём. Дальше идём. Вы говорите, что, значит, что он с вами флиртует, вы говорите, что он женат и так далее. Здесь что-то, ну, вот, в какой-то степени двояко. С одной стороны, я не могу сказать на сто процентов, что, ну, считаю, связь с женатым или женатым, замужней, замужней, соответственно, партнёрами. Отношение какой-то тупиковый ветвь не всегда. Но в данном случае важно понимать, какое чувство вы проживаете, переживаете, когда находитесь с этим человеком. Вот. Лично мне показалось, что вы больше себя сами как-то чувствуете. Вот. Лично мне показалось, что вы больше сами себя как-то ощущаете. Вот. Ну, может быть, иначе, может быть, по-другому. Может быть, как-то вот так. И если это правда, то вам в эту сторону как раз-таки нужно двигаться. В эту сторону. Именно в эту сторону главное двигаться. В сторону того, что возможно, только лишь возможно, вы можете быть, при том, что вы достаточно зрелый человек, при том, что вы достаточно зрелая личность, очевидно, вы можете двигаться дальше, вы можете вырастить ещё больше. Мне кажется, что вот по моим ощущениям, да, вы росли, росли, росли и в какой-то момент расти перестали. Вот. Мне кажется, что вот рост, который вы себе сами заметили в силу ряда причин. Вот. Мне кажется, что проявляется вот в том числе в том, что вы страдаете по мужчине, который вам, как вы говорите, неравнял. Кстати, здесь вопрос со самооценкой очень важен, как мне кажется. Потому что есть у меня такое ощущение, что вот это вот разделение людей на социальные позиции может вам мешать. Ну, то есть, какая разница, медийный человек или нет. Какая разница, что там у него, ну, как бы в опыте или сколько нулей там его доходит. Ну, какая разница, если есть искренность, если есть чувственность, если есть вот, ну, если есть какая-то эмоциональность, если есть, что называется, искра. Вот. Мне кажется, вот так, мне кажется, так, мне кажется, вот такая позиция здесь может быть и соответственно, на мой взгляд, отдалкиваться и сходить нужно от этого. Вот. Дальше. Вот, пишите, люблю его по-настоящему. Ну, вам, вероятно, будет неприятно, то, что я скажу, но я не думаю, что у вас любовь на данный момент. Сейчас, я думаю, что у вас только любовь, как вы говорите, будет по-настоящему, да. То есть, да, вот не думаю так. Я думаю, что, я думаю, что у вас, ну, есть что-то ещё, помимо, помимо любви, да. И, ну, мне кажется, мне кажется, что вот это нужно раскрыть. И мне так, мне так кажется, мне так видится вот эта ситуация. Вот, поэтому, то, что вы любите по-настоящему, то, что вы, ну, вот пишите, что благодарны, значит, ему, там, за доверие и за что-то ещё. Для меня это выглядит, как попытка уйти в более социально одобряемое такое вот чувство, более социально одобряемое переживание, вот, за которое вы можете скрывать свою боль, свои требования и так далее. Которые, внимание, необязательно ему, мужчине, как бы, ну, транслировать, совершенно необязательно транслировать мужчине. Но вполне можно, как бы, приняться в этом себе и начать их проживать с кем-то, например, с психотерапевтом. Вот. Дальше. Вижу с его странной симпатии, понимаю, что рядом что-то будет. А что именно? Вот что? Выход стычевал, Александр. Пока не настолько дорого то, что я люблю его и могу общаться, что избаляться от этого чувства я не хотела. Ну, я бы сказал, что избаляться от чувства, в принципе, вы не сможете избавиться от него. Вот. Мне кажется, это очень наивно, думать, что можно избавиться от того, что мы чувствуем. Мне кажется, кажется, что избавиться от чувства, избавиться от чувства вообще не нужно, мне кажется. Вот. Я думаю, что очень неблагодарно это делаю, избавиться от чувства. Вот. А вот проживать чувства, свои чувства, учиться обращаться с ним, это то, что, в принципе, необходимо для того, чтобы жить полноценной жизнью и быть, ну, готовым к таким вот переживаниям и потрясениям. Дальше. Когда-то был период, что я его идеализировал и благотворила. Ну, вот здесь, опять же, мы можем сталкиваться с тем, что идеализация и благотворение кого-то возникает как реакция на общее такое стремление удержать себя в рамках. Вот. И опять же, что такое идеализация? Это наполнение человеком того, собственно, что мы хотим. Скорее я понимаю, что он такой же, как и все люди, может ошибаться, даже делать глупости, имеет недостаток. Ну, это вот ваша врелость в данном случае здесь вам помогает. Мне кажется, что даже вот от этой врелости, которая в вас есть, может быть, вы не берете всё, что есть. Так, я понимаю, что он женат, вряд ли это изменится. Понимаю, что коллекционер Дина в этом избагонит. В этом всегда свою жизнь, которой мне места нет. Ну, вот тут идёт обесценивание себя. Возможно, это можно было применить и изменить его отношения, это имеет всё-таки стержень в себе. Ну, вот здесь вы говорите про волю. Я не знаю отношений, где было бы хорошо людям, использующим волю. То есть, как бы воля это не то. Я стал раскисаться и его ревновать. А вот что изменилось? Вот с какого момента вы начали раскисаться и ревновать? Вполне вероятно, что это начало происходить с того момента, когда ваша зрелость стала подсказывать вам, что вы чего-то хотите ещё от человека. Ну, я так, по крайней мере, думаю. Вот. И вы отреагировали на это ревностью и раскисанием волю. Так, перестало принимать предложение. Ну да, то есть от своих внутренних переживаний вы склонны бежать. Соответственно, здесь вы бежите. Я вразбраю, что мне делать. Ну, сначала надо бы как-то изучить этот раздрай, а дальше уже, я думаю, вы решите, что вам делать. Мне кажется, что вопрос, что мне делать, это худший вопрос, который можно задать психологу, психотерапевту. Потому что, ну, в какой-то степени это является провокацией. И мы не имеем права и не можем говорить вам, что делать. Потому что тогда получится, что мы живём вашей жизнью, а вы своей жизнью как бы не живёте. Ну, мне кажется, это крайне неуважительно по отношению к парам. Вот. Я бы, например, для вас, как для личности, для человека, для, как бы, высшей ценности, для высшей ценности, к коим я считаю, человека, не хотел бы такого. Вот. Мне кажется, что, ну, вот я, например, не имею права подвигаться на вашу жизнь и говорить вам, что делать. Да? В этом я понимаю, что вы, как бы, спрашиваете, что делать от отчаяния. Вот. Я это понимаю. Ну, в то же время я бы сказал, что моя задача – больше помочь вам с этим отчаянием, ну, вот даже научиться жить с этим отчаянием. Я бы вот так, я бы так вот сказал. Вот. Ну, это опять же, опять же, это опять же, опять же, как бы, ну, моё видение, моё видение ситуации. Ну, это то, как он. Это то, как я вижу этот момент. Дальше. Дальше. Так. Оборвать вообще всякую жизнь будет с ним и начинать замывать или же как-то развить эти 8 бат и что-то больше. Мне кажется, что человек, другой человек, не может быть литмотивом поведения другого. Мне кажется, что вам надо бы, ага, для себя действовать, для себя жить. Ого. Такая вот история. То есть, у вас здесь выбор поставлен некорректно. Вот. Что я хочу сейчас для себя? Не понимаю, что делать. Ну, понять и помочь вам наша задача. Ревную рыбаю, а ведь я прекрасно знала, что он, как понимается, ну, знание редко вам, когда помогает на самом деле. Вот. Я не знаю. Здесь вы при всей своей зрелости, вот, мне кажется, наиве. Достаточно в том, что касается, ну, чувств, эмоций и так далее. Вот. Такая вот история. Дальше. 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 Так. В какую сторону не двигаться? Ну, в сторону психотерапии. Ну, да. В сторону психотерапии. Ну, да. Потому что, я уверен, что справиться с тем, что вы сейчас переживаете. Вы можете, вот, сможете справиться с тем, я в этом уверен. Но, вот, решить проблему свою, решить свою трудность, трудность, например, 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 в том, что касается, допустим, ваших желаний восприятия из себя, там, не знаю, своей самооценки и так далее. Но это вот все вы не решите сами. Потому что вы привыкли действовать в определенном контексте, вот, вы привыкли действовать в определенном моменте. И, на мой взгляд, выйти за пределы привычной схемы, вам будет сложно. Вот, я так думаю, что вы старше 25-ти. Нет, есть, конечно, вероятность, что вы старше, очень младше, есть вероятность, что вы младше. Вот, но я практически уверен, что вы старше, вот, старше 25-ти. Вот, я практически вот уверен. Поэтому, модели поведения определенные у вас уже сформировались. И выходить из них можно только через терапию. Вот так. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Подписывайтесь на мой взгляд. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok